Сегодня украинцы сообщали о продолжавшихся российских обстрелах при фронтовых населенных пунктов. На Донбассе было несколько наземных атак российских войск, не увенчавшихся успехом. Российскими ракетами дважды обстреливали центр Харькова. На юге украинские ракеты уничтожили склад оружия на севере Херсонской области. Видео на интернете показывает масштабные разрушения. Российские войска продолжали обстрелы Николаева. В том числе одна из ракет попала в автобусную остановку, убив 5 человек, 7 ранив. Сегодня в результате ракетной атаки была разрушена тюрьма в поселке Оленевка, недалеко от Донецка. Эта территория оккупирована российскими войсками, погибла в результате удара. По крайней мере 40 заключенных, 75 получили ранения. В этой тюрьме содержались украинские военнопленные, в том числе и защитников Мариуполя, которые на протяжении многих недель в свое время сражались на окруженном заводе Азовсталь. Российские военные заявили, что это был намеренный украинский удар по баракам, в которых находились заключенные, что это была провокация и также послание военнопленным о том, что сдаваться в плен не нужно. Украинская сторона заявила, что имел место намеренный обстрел российской стороны с преступной целью обвинить Украину в военных преступлениях, также чтобы скрыть факты пыток заключенных и их убийств. В отношении военнопленных в этой тюрьме российской стороной готовились судебные процессы, в ходе которых заключенные должны были признать себя виновными в военных преступлениях, в зверствах, нацизме и так далее. Их, согласно российской практике, пытали и сбивали Мариле голодом. Но это не обязательно помогло выбить из заключенных признание и тем более гарантировать, что они будут давать ложные показания и на открытых судебных процессах. В ходе подготовки к судебным процессам также некоторые могли просто погибнуть. А имена многих военнопленных из Мариуполя особенно регистрировались работниками ООН и других организаций. Обстрел тюрьмы ракетами сейчас действительно решает проблему исчезновения из списков живых многих из заключенных. Сегодня лидер Палаты представителей Нейнс Пелоси не отвечала однозначно на многочисленные вопросы о том, поедет ли она в ближайшем будущем, может быть даже сегодня вечером, с визитом на Тайвань. Такой визит стал бы первой поездкой на остров американского законодателя такого уровня за последние 25 лет. Тайвань традиционно был частью Китая, но после Второй мировой войны туда бежало свернутое коммунистами правительство Гаминьдана. Политическую независимость он сохраняет и до сих пор Тайвань. США не признают Тайвань независимым государством, но заявляют, что не намерены допускать военного присоединения Тайваня к Китаю. С началом войны на Украине Китай выступил с особенно резкими заявлениями о том, что намерен присоединить Тайвань, используя все средства в его распоряжении. Мы опасаемся, что прямым последствием агрессии Путина против Украины, если она окажется успешной, будет и военный захват Тайвань и Пекином. Американские конгрессмены призывают избежать украинских ошибок, вооружить Тайвань, чтобы он был в состоянии защищаться до начала возможного конфликта, а не во время военных действий, как это имеет место сейчас на Украине. Ну и визит Пелоси планировался как шаг, демонстрирующий поддержку Тайваню. Только администрация Байдена заявила, что считает такой визит в настоящее время слишком опасным. Президент Китая Кси в ходе вчерашнего телефонного разговора с Байденом говорил как бы иносказательно, что тот, кто играет с огнем, от огня и погибнет. Ну а республиканцы сегодня заявляли, что после угрозы китайцев в связи с возможным визитом отступать теперь уже некуда. И Пелоси должна обязательно на Тайвань ехать. Пелоси же не выступает с заявлениями по поводу поездки, но тем не менее, как стало известно, она приглашала сопровождать ее на Тайвань группу других конгрессменов. В Москве прошло предварительное слушание по делу о запрете деятельности в России еврейского агентства. Требование о запрете было направлено в суд российским министерством юстиции. Еврейское агентство обвиняет в том, что оно отражает интересы иностранного государства и собирает информацию о россиянах. Следующее заседание назначено на 19 августа. Еврейское агентство существует уже больше 90 лет. Это организация, связанная с израильским правительством, которое помогает евреям эмигрировать в Израиль, в том числе организуя поездки и оплачивая дорогу. Газета Washington Post провела опрос российских евреев, большинство которых считает, что репрессии против еврейского агентства носят политический характер. Многие отмечают также, что намерение выехать в Израиль у них появилось или усилилось после начала войны с Украиной, и затем с началом акции против еврейского агентства. В России в настоящее время по оценкам 180 тысяч евреев 70% из них живут в Москве и Петербурге. Многие из них хорошо образованы, работают в таких дефицитных областях, как медицина, компьютерная инженерия, компьютерное программирование. Выезд этих специалистов для России невыгоден. Так что имеется теория о том, что закрытие еврейского агентства на территории России добивается, чтобы ограничить выезд евреев из страны. Но это вряд ли так, как заявил, потому что бывший московский раввин Голшмидт Россия в последние месяцы сделала больше для пропаганды иммиграции в Израиле, чем в Израиле, чем еврейское агентство за последние 10 лет. Голшмидт уехал из Москвы, потому что на него оказывалось очень сильное давление с тем, чтобы он поддержал войну на Украине, он подал в отставку с поста главного московского раввина. В следующей части об обезьяне Оспе. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин